Всем привет, с вами Ирина Корнева, вы смотрите очередной мой выпуск. И сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы, мои дорогие подписчики. Напоминаю, что 25-26 февраля состоится мой мастер-класс для свадебных организаторов, поэтому если еще не успели подать заявки, пожалуйста, отправляйте заявки на почту, ну и в ответ на письме я расскажу обо всех условиях, о программе мастер-класса, в общем, все, что вас интересует, отвечу в ответ на письме. Вот такая тавтология. Сегодня я хочу ответить на вопрос от Марии. Мария спрашивает следующее. Мы готовимся к свадьбе, которая состоится в июле. Площадка выбрана, выбираем ведущего. И такое чувство, что ведущие нашего города застряли в 90-х. Степень пошлости конкурсов просто зашкаливает, и хотелось бы красивую современную свадьбу. Внимание, вопрос. Есть ли вообще какая-то замена этому трэшу, или без него нет веселья, и все гости уснут, как сказала мне одна ведущая. Какого вида конкурса подойдут для уютного семейного торжества? Поехали. Мария, прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу сказать, что как раз совсем недавно у нас было мероприятие, когда мы общались с молодоженами, ребята сказали, ни в коем случае на нашем мероприятии не должно быть ни одного, как вы говорите, конкурса, или как иначе можно сказать развлечения, чтобы ведущий ничего такого не проводил. И просто состоялась свадьба без каких-либо конкурсов. И, вы знаете, я хочу сказать такую вещь, что если нанимать артистов, причем таких артистов, которые могут взять на себя конкурсную программу, ну, например, кубинцы те же самые, вот я их не показала в выступлении, а это было настолько зажигательно, то есть, понимаете, ни один ведущий, наверное, не сделает настолько классный танцевальный баттл, как это сделали кубинцы. То есть, там была одна девушка-кубинка, которая всегда была с открытой улыбкой, танцевала там красиво. Потом был парень, который пел песни, потом был еще один парень, который там скакал, тоже танцевал. И в итоге получается, что девушка вроде парней, парней там, ну, улыбалась им парням, парни танцевали рядом. Парень, который кубинец, тоже улыбался, там девчонки вроде танцевали рядом. И было ощущение, что весело, понимаете. Вот я сделала репортаж с этой свадьбы, если, кстати, не посмотрели, то нажмите на ссылочку, посмотрите. Я сделала репортаж с этой свадьбы, и стали поступать такие комментарии, ну, один, правда, был такой комментарий, но я все-таки хочу про него вспомнить, где молодой человек сказал, ну, не знаю, мне кажется, что эта свадьба на троечку, там, или на три с плюсом, там что-то такое, что вроде как организаторы отработали хорошо, ведущий отработал хорошо, но мне кажется, что все было скучно. Дело в том, что человек не был на этой свадьбе, он не может сказать, скучно было или весело. Я могу сказать, что было весело. Вот за счет того, что были кубинцы, которые очень зажгли, просто невероятно зажгли. Был кавказский коллектив, который тоже зажег, они вот своим вот этим темпераментом невероятным зажгли. Была кавер-группа, ну, два вокалиста, да, один парень приехал там из Дагестана, мальчик, девочка, которая из Москвы, точнее, она не из Москвы даже, она из Татарстана, которые тоже зажигали невероятно своей энергетикой. И получается так, что конкурсов не было никаких, абсолютно. Никто не прыгал там, что там, какие там конкурсы бывают, то, что рассказывали ваши ведущие вам. Никто там в мешке не прыгал поварешкой, поварешкой обо что там, об крышку не ударял там и так далее. То есть такого ничего не было. Но гости остались прям вот под впечатлением, и молодожены нам написали, что это было очень здорово. Это к вопросу, можно ли прям совсем без этого трэша, как вы говорите. Еще один момент. Момент в том, что не все молодожены готовы, так скажем, да, приглашать такое большое количество артистов, ну, в силу определенных обстоятельств. Кто-то не готов в силу финансовых возможностей, кто-то не готов в силу того, что, ну, просто не хотят видеть никого из, там, большого количества артистов. В таком случае есть прекрасный выход из ситуации. Во-первых, конечно, от этого трэша надо уходить. Мне очень жаль, что... Напишите, откуда вы, Маша, я вот не знаю, откуда. Очень жаль, что в вашем городе нет таких ведущих. Я думаю, что вам стоит обратиться в Москве полно ведущих. Не знаю, откуда вы. Я уверена, что если поискать, можно найти ведущего. А, ну вы из Костромы, Маш. Я думаю, что в любом случае Кострома – это не так далеко. Обращайте, в Москве полно ведущих, которые действительно достойно, здорово могут провести мероприятие. И проблем вообще никаких с тем, чтобы отправиться куда-то. Это транспортные расходы, там, плюсом 2-3 тысячи. Но я думаю, это абсолютно никакая не проблема. Что можно сделать, да, какого плана можно сделать развлечение на такого плана мероприятия на уютном семейном вечере? Во-первых, честно говоря, вот сейчас, когда я наблюдаю за ведущими, которые работают на банкетах, работает самостоятельно, да, ведущий, я могу сказать такую вещь, что сейчас, в принципе, понятие «конкурс» уже не очень существует. Потому что, мне кажется, это как раз-таки осталось в тех самых далеких 90-х годах, когда чем больше опустят гостя, да, было, тем больше опустят гостя, тем веселее. Чем больше гостя разденут там или обсмеют, тем веселее. Сейчас, конечно, времена другие. Сейчас никто никого не опускает, яйца никто не перекатывает, такие вещи не делает. Сейчас как-то все стремятся входить в сторону, наоборот, какого-то, какой-то сдержанности, наверное, так. Но это не значит, что это будет скучно. Например, я прям очень рекомендую посмотреть передачу, я, кстати, как-то, когда проводила обучение для ведущих, я об этом рассказывала начинающим ведущим, о том, что можно же черпать идеи, не обязательно придумывать, изобретать велосипед. Понятно, что каждый ведущий, особенно начинающий, да, он не может взять и придумать какой-то гениальный конкурс, гениальное развлечение, точнее, с бухты-барахты, если человек особенно не работал, да, ну, если про начинающих ведущих говорить. Те, кто работает уже какое-то время, да, могут придумать развлечение и делают, в принципе, это, но в любом случае есть СМИ, которые помогают на самом деле, прям помогают, открывают возможности, чтобы ведущие, которые работают на тех же самых мероприятиях, могли пользоваться этими возможностями. Например, если взять программу сейчас, классическую программу ведущего московского, да, то можно разделить прям на несколько блоков таких, да. Первый блок – это развлечения, которые взяты из телевидения. Какого плана это могут быть развлечения? Ну, во-первых, это всякие угадайки, это всякие угадомелодии, прочее, прочее, прочее. Это вот есть передача «Подмосковные вечера» на Первом канале, с которой можно действительно взять много интересных моментов, много интересных развлечений, когда никто никого не опускает, нет никакого трэша, а есть интеллектуальные вопросы и интеллектуальные ответы, иногда они смешны вот за счет каких-то интеллектуальных вещей, за счет какого-то каламбура. То есть задача ведущего сейчас, ну вот как я вижу и как работая, да, вот в этой сфере, задача ведущего сейчас немножко другая. Задача ведущего сейчас не быть клоуном, а быть импровизатором, который умеет выходить из ситуации с юмором, весело, и в то же время умеет подчеркнуть достоинство гостя, а не опустить его ни в коем случае, как было раньше. Поэтому вот пусть те ведущие, если кто-то вам все-таки приглянулся, да, из тех ведущих, которые у вас есть, покажите ему те же самые «Подмосковные вечера». Это вот первый блок, да, вот то, что я говорила. Первый блок – это наполнение программы, используя какие-то телевизионные передачи, которых полно. Всякие сто к одному используют. Там кто хочет стать миллионером, разрабатывают, вплоть до того, что разрабатывают даже программное есть обеспечение, где при помощи кнопки там нажимается эта кнопка и прочее, прочее, прочее. То есть есть настолько интересные, интересные программы наполнения, что, ну, не знаю, мне даже странно, то, что вы рассказываете, мне даже странно, что ведущие, к которым вы обращались, этого не знают. Дальше есть второй блок, да, блок такой более активный, но опять же он обычно с использованием каких-то либо номеров развлекательных, либо просто с использованием, ну, музыки, просто вот с использованием музыки. Чаще всего этот блок также строится на командном сражении, когда сражается команда мальчиков против команды девочек, но это без какой-либо пошлятины, это опять же построено на каком-то интеллекте, когда задаются какие-то вопросы интересные, интеллектуальные, да, которые имеют какие-то интересные ответы, когда там делаются какие-то танцевальные развлечения, которые там либо просто, когда команды сражаются, либо там на экране они смотрят какие-то смешные танцы, Но без пошлятина, опять же, без этой Сейчас как-то ушло это время Вот это вот Если ты не станцевал стриптиз, свадьба не удалась Вот сейчас такого нет Вот насколько я это вижу, по крайней мере Используют какие-то смешные, интересные танцы И пытаются станцевать те же танцы И получается смешно, забавно И это не унижает достоинства гостей абсолютно А зачастую даже подчеркивает какие-то достоинства Потому что есть гости, которые отлично танцуют Есть гости, которые отлично поют Есть гости, которые очень юморные Которым даешь микрофон, ты понимаешь, что Ну, слушайте, мне здесь делать нечего Нужно уходить, потому что вот он Он просто настолько классный импровизатор Что, ну, супер И сейчас куча курсов Как раз-таки в Москве куча курсов Как раз ведущие, которые посещают Посещая эти курсы Развивают вот это умение импровизировать И так далее Поэтому я думаю, что просто вам еще не встретился Тот самый, да, тот самый человек И третий блок, да, возвращаясь к нашим блокам Третий блок развлечений Это обычно какой-то классический такой блок Ну, то, что есть на каждой свадьбе И то, что молодожены хотят, чтобы было на свадьбе Это первый танец, это тортик Это букетик и прочее, прочее, прочее Классические элементы, классические моменты Которые молодожены хотят, чтобы были использованы На вашей свадьбе Одним словом, как сделать уютную, хорошую свадьбу Как сделать так, чтобы всем было комфортно Как сделать так, чтобы не было вот этого ужаса Про который вы мне рассказали Просто найти того человека, который сможет это реализовать Потому что написать программу Даже если вы напишете программу Из того, что я вам рассказала Тем ведущим, с которым вы встречались И тот ведущий будет работать по той программе Которую вы написали Все равно где-то, но выскочит Вот это вот, понимаете Может быть, шутка там какая-нибудь будет ниже пояса Или еще что-то Но где-то это может выскочить Поэтому лучше, если вы понимаете, что Ну, что-то не то Лучше просто отказаться и поискать И найти того человека Пускай не в вашем городе Пускай в каком-то другом городе Но чтобы этот человек максимально вас устроил Маш, я надеюсь, что мне удалось ответить на ваш вопрос Если это так, то ставьте, пожалуйста, пальчики вверх Напоминаю, что встречаемся мы с вами по-прежнему Каждый вторник, четверг, иногда еще и по субботам Так что подписывайтесь на канал Чтобы не пропускать новых видео И также напоминаю, что мы с вами каждый понедельник Теперь, мои дорогие подписчики Встречаемся в Перископе 18.00 Так что выходите в Перископ Задавайте вопросы С удовольствием с вами пообщаюсь Всего хорошего и пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok